Мертвые души вместо живых избирателей. В России предложили дать право голоса на выборах погибшим во Второй мировой, чтобы те, дескать, могли повлиять на ситуацию в стране, за которую сражались. Для этого дополнительно понадобится 27 миллионов бюллетеней. Как учтут мнение умерших, расскажет Валерия Забирко. Обсуждали, как выйти из экономического коллапса, решили менять подход к выборам. На Всероссийском антикризисном форуме с трибуны прозвучало предложение. Учитывать избирательный голос погибших во Второй мировой войне. Москвичи после такой инициативы в недоумении. Предложил голосовать кому? По-моему, это бред полный. Это какой-то пересчет мертвых душ получается. О них нужно думать и заботиться, но как бы не таким способом. Я не вижу связи между голосованием погибших людей и сегодняшним днем. Отдать избирательное право умершим предложил директор Института экономических стратегий Александр Агеев. Он заявил, за погибших могли бы проголосовать их семьи, как участвует в акции «Бессмертный пол». Юристы удивлены. Ведь, согласно Российской Конституции, право голоса не передается по наследству. Исходя из моих знаний, это не стыкуется ни с наследственным правом, ни с конституционным правом. Таких норм в принципе нет. Чтобы прямую демократию осуществляли умершие люди через своих посредников. С точки зрения здравого смысла это тоже как-то по-идиотски. Историк Евгений Понасенков идею о голосах мертвых считает лишь попыткой ученого привлечь к себе внимание правительство. Это очередной пудель, который на задних лапках пытается как-то подпрыгнуть перед режимом, выпендриться, показать, что он есть, что он полностью поддерживает все догматы. Вы знаете, что у нас голосуют 146%. Поэтому лишние 27 миллионов, если прибавить, нашей математике выборной это не ухудшит. В официальных кругах идею Агеева так никто не поддержал. А вот в соцсетях уже отреагировали. Идея наделить погибших солдат во Второй мировой правом голоса на выборах в России хороша. Но еще надо применять на выборах загранотряды. Отлично было бы еще наделить правом голоса погибших во время осмуты опречников. Ну и поляков в придачу. На форумах даже возник спор, нужно ли включать в списки избирателей людей, которых в 988 году крестил киевский князь Владимир. Из Москвы Валерия Забирко, Игорь Захаров, События, канал Украина.